миграции, то есть это разница между прибывшими и выдавшими. Например, со стороны Мессиан-Гейдов и Балтии это положительные числа, то есть значит, что прибывших оттуда в Россию больше, чем уезжающих туда из России. И наоборот, со стороны дальнего зарубежья показатель чистой миграции на базе отрицательной, это говорит в том, что туда уезжает больше, чем оттуда возвращается к нам. Однако все равно и эта цифра с каждым годом становится все меньше, это значит, что людей, не возвращающихся, так же становится все меньше и меньше с каждым годом. Однако эксперты предупреждают, что официальная статистика часто не учитывает то, что многие люди, когда уезжают за рубеж, на самом деле не меняют свое гражданство и просто живут там и работают. Это так называемая мягкая миграция, и когда Россия остается, так называемым, запасным аэродромом. Потому что официальной статистики учитываются только те люди, которые пришли в эмиграционную службу и заявили о том, что они хотят отъехать, уехать из России обостряемые строительства за рубеж. К летам, по данным опросов с Российского центра изучения общественного мнения, свыше половины опрошенных, а именно 54%, полагают, что эмигрируют из страны непатриотично, неправильно. Наоборот, по мнению остальных 37% респондентов, каждый человек может жить там, где ему удобно и важно, где – на родине или не на родине. При этом, в основном, первой точки зрения о том, что эмиграция – это непатриотично, придерживаются люди более старшего возраста, особенно те, кому за 60. И люди, кому… Люди моложе 35 лет, наоборот, считают, что можно жить где угодно, главное, чтобы было комфортно и удобно. Если сравнить 1991 и 2011 год, то доля желающих эмигрировать значительно возросла с 16 до 22%. При этом наибольший, как так скажем, эмиграционный потенциал наблюдается у молодых сограждан до 25 лет, высокообразованных, а также у тех, кто активно пользуется интернетом. Но все равно большинство россиян не меньше надо покидать родину, это примерно 75%, и к ним относятся в первую очередь пожилые люди, малообразованные и те, кто редко вообще не пользуется интернетом. Главный термин – россиян, желающих выехать на границу, все-таки остается, как и 20 лет назад, это туристическая поездка. Сейчас это около 80%. Также значительно больше стало тех, кто хотел бы уехать в жребеж на постоянное место жительства, на работу и на учебу. То есть эти показатели увеличились. А вот те, кто хочет уехать за границу с целью быть поближе к родственникам, наоборот, их доля сократилась по сравнению с 91-м годом. Также, если говорить о причинах, то практически половина россиян, это почти 42%, считают, что инвирировать нужно, чтобы повысить свой уровень жизни. 18% говорят, что хотят уехать к тому, что там за границей больше порядка. Следующий рейтинг, третье место, 15% считают, что там больше перспектив. Или 12% говорят о том, что им нравится какая-то определенная страна. При этом более молодые люди на 25 лет нам указывают за то, что они хотят переехать в какую-то более понравившуюся страну, то есть это и более популярный ответ среди них. А люди 45-60-летнего возраста, слой отмечает, что желают переехать по причине близости к родным людям, которые находятся за границей. Если говорить о том, какие конкретные действия принимают люди, россияне, чтобы уехать за рубеж, то здесь есть несколько таких категорий. Большинство людей начинает ограничиваться только сбором информации страны, в которых где-то ехать, 20% и консультациями со знакомыми иммигрантами. Это 19%. Далее 16% начинают учить иностранный язык, далее некоторые ищут работу за рубежом, еще меньший процент копят деньги на переезд и кто-то выбирает какие-то образовательные программы за рубежом. Также есть те, которые ищут возможности выйти замуж за иностранца или иностранца. И 20% населения вообще ничего не делают. То есть просто мечтают. Просто мечтают. Опять хочу. И там не более в своестремлении приехать молодые россияне до 25 лет, и они принимают больше действий, потому что они переехали с консультацией, знакомые, подбирают программу для обучения и так далее. Если в том, куда люди хотят больше всего ехать, если хотят ехать, то первое место это Германия, 15%, далее США, Франция, Великобритания, Канада, Италия, Испания. Великобритания, Италия, Франция, то есть в принципе страны. Те же самые. И опять на учебу встречащие сел хотят ехать во ангетичные страны, то есть Великобритания и США, в третьем месте Германия, далее Франция и Италия. И опять 21% тех, кто затруднился ответить. Так как сейчас наиболее частой причиной или к цели уехать является путешествие за границу, то здесь, если говорить о тех странах, куда хотят путешествовать, здесь больше процентов и разброс. На первом месте Франция, романтики, все, да, Великобритания, Германия, Террибет, Испания и как ни страны, США на нас есть. Ну это статистика. Кто хотел бы уехать, где у кого же родственники, на первом месте Франция в Германии, а на втором Украине. но еще хотелось бы сказать вот что у меня один знакомый живет в сша он уехал три года назад и просто уехал потому что ему было интересно что другая страна другому телек интересно какие там люди уехал и остался там не смотря то что были проблемы с визами с тем что его могли выслать вот как он сказал я прошел 7 кругов ада прежде чем нормально зажечь зажить там но все равно он не хочет оттуда уезжать и даже не рассмотрит этот вопрос о том чтобы вернуться в россии что ему нравится там это то что там есть действующая демократия и адекватные законы которые все соблюдают он в общем порядок и еще он там нашел возможность заниматься хобби которым это именно играть музыку и на высоком уровне то что он не мог реализовать здесь в россии частности нас вас еще один момент я хотела сказать как мне кажется почему сейчас люди стали конечно больше не верить это то что издержки на переезд снизились то есть во первых больше больше людей каким-то образом знают какой-либо хотя бы один иностранный язык что уже облегчает и снижает этот барьер связан с переездом во вторых все знают как это сделать знают кому поехать опять же сам интернет который позволяет быть в курсе всего и так далее много людей сейчас умеет получать специально скажем такую комплектоспособную профессию которую они могут устроить за рубежом на работу ну и конечно то что сейчас путь обратно не закрыт и спасибо